всех приветствую друзья это киллер и добро пожаловать на разбор айсберга по отласту суть всего этого заключается в рассказе от самого очевидного факта теории гипотезы до самого тайного секретного и не очевидного теперь я надеюсь вам стало понятно и у меня к вам одна небольшая просьба связи с тем что youtube сейчас гасит контент по играм из-за своих якобы новых алгоритмов отпишитесь и подпишитесь заново на этот канал очень сильно вас прошу ребят также не забывайте комментировать оценивать данный ролик лайком или дизлайком и ставить колокольчик чтобы не пропускать новое видео погнали небо лечебница mount массив психиатрическая лечебница mount массив это один большой комплекс содержащий в себе различные отделения главный вход в лечебницу находится в административном блоке на котором возвышаются две высокие башни от него внутренний двор лечебницы выходит церковь под ней на нижнем этаже расположен кинотеатр в левой стороне от главного хода в комплекс располагается мужское отделение а с правой женская эти отделения соединены с тюремным блоком за тюремным блоком и по соседству с ним находятся такие отделения как госпиталь рядом с которым находится территория зала отдыха и профессиональный блок с которым по соседству расположена площадка для сушки под отделениями находится большая канализация а под административным блоком располагается огромная подземная лаборатория крис вокер крис вокер бывший солдат армии сша участвовавший в боевых действиях в Афганистане, после которых он получил сильные психологические травмы. Был отправлен на лечение психиатрическую клинику Спиндлтоп в штате Техас. Над ним и его бывшими военными коллегами проводили терапию, связанную с мифологической культурой тех мест, где он воевал. Очевидно, что терапия не пошла на пользу. Вопреки этому, он благополучно заканчивает лечение и становится сотрудником корпорации Мерков, устроившись охранником в клинике Спиндлтоп. Далее он работал и хорошо выполнял свои обязанности, но психическое состояние Уокера дает сбой и в один момент он отрывает трем пациентам клиники головы. Уокеру удалось оставить свое деяние в тайне, так как он прятал головы жертв у себя дома. Далее происходит расследование этого преступления. Приезжают агенты Пол Марион и Полин Глик и требуют записи с видеокамер у Уокера. Крис, притворившись добрым и невиновным, предоставил им записи с камер видеонаблюдения, тем самым переключив внимание Полин Глик и Пола Мариона на некого пациента Амара Абдула Малика. Когда агенты уезжают, Крис продолжает совершать убийство в клинике. Затем он ломает все оборудование видеонаблюдения. Далее опять приезжают агенты и видят следы преступления Уокера в клинике. Полин и Пол направляются в дом Уокера и находят все головы жертв Уокера. Крис их застает и происходит потасовка. Уокер теряет сознание после того, как Полин въехала в его дом на автомобиле. Далее Криса Уокера направляет в лечебницу Маунт Мессив, где над ним ставятся эксперименты. Он также занимается самовредительством, уродуя себе нос, губы и сдирая кожу со лба. Мартин Арчембот Мартин Арчембот также известен как отец Мартин или священник, является пациентом в лечебнице Маунт Мессив. Влияние рисования в терапии производило на его психику отличные результаты. Но после отмены художественной программы мерков, у Мартина усилились шизоаффективные утверждения о голосах высших сил. Когда в лечебнице начинается беспорядок, Мартин и группа пациентов образуют религиозную поству, поклонявшуюся Волрайдеру. За отцом Мартином также пошли близнецы, которые стали главными помощниками священника. И в конце концов отец Мартин сжигает себя заживо на кресте для воссоединения с Волрайдером. Пациенты Пациенты – это жертвы экспериментов, проводившиеся в лечебнице. Большинство из них погибло, кто-то полностью обезумел, и лишь малому их количеству удалось остаться в здравом уме. Большинство пациентов имеют бледную кожу и увечья, вероятно, связанные с экспериментами, которым они когда-то подвергались. Есть несколько видов пациентов. Это садистские, жестокие и безжалостные преследователи. Есть напуганные пациенты и пациенты, которые склонны к самовредительству, а также те, кому удалось сохранить человечность и разум. Билли Хоуп Так как он был отправлен в Маунт Мессив, он дал согласие на участие в эксперименте на условиях денежной компенсации для его матери и благотворительного взноса в пользу ее церкви. Несмотря на то, что Уолрайдер был убит Майлзом Апширом, Уолрайдер, используя тело Билли, позже оказывается в фургоне матери Билли, Тиффани Хоуп. В то время как Тиффани разговаривал с агентами Полом Марионом и Полин Глик. Глик упоминает, что Билли был на самом деле не психически болен, а что мать продала его Мерков за большую сумму денег. Услышав это, Билли напал на Тиффани, сказав ей, что он любил ее, а затем разорвал ее на части. Затем спецназ Мерков атаковал трейлер с помощью инфразвукового оружия, установленного на нескольких больших транспортных средствах, которые, предположительно, покончили жизнь Билли навсегда. Это рассказывается в третьей части комикса Outlast. Доклад Мерков. Поверхность айсберга. Корпорация Мерков. Корпорация Мерков – это крупная организация, которая занимается научными исследованиями и разработками. Притворяется благотворительной компанией, но на самом деле организация занимается безумными и бесчеловечными экспериментами над людьми. Двумя основателями корпорации являются Алан Тьюринг и Рудольф Верники. Мерков не дает своим сотрудникам возможности общаться со своей семьей и друзьями, опасаясь, что их незаконные и аморальные эксперименты станут достоянием общественности. Корпорация пытает, убивает или подвергает экспериментам любого, кто пытается разоблачить ее саму и ее планы. Мерков Хардлайн Секьюрити – тактическое подразделение корпорации. Они имеют право захватывать объекты Мерков в случае чрезвычайных ситуаций. В игре их можно увидеть в качестве спецназа. Подробнее рассмотрим это подразделение позже. Мерков Ресурчен Девелопмент. Руководит научными проектами, в которых участвует корпорация. Она работает как над изучением потенциальных областей для получения прибыли, так и над их преобразованием в рабочие модели. В игре это подразделение отвечает за создание проекта Волрайдер. Его исполнительный директор Ричард Рагер хочет расширить проект Волрайдер, включив в него пациентов-женщин. Мерков Психиатрик Системс. Вероятно, специально создана для проекта Волрайдер. МПС состоит из врачей, ученых, санитаров и охранников, которые работают с пациентами в Монт Мессив. Тактическое подразделение Мерков. Во время эвакуации 17 сентября в Монт Мессив было вызвано тактическое подразделение, или спецназ, которое в составе трех военных машин приехало в Монт Мессив. Солдаты пробрались вовнутрь лечебницы. Часть из них направилась в подземную лабораторию. Однако под землей все спецназовцы были атакованы Волрайдером, который безжалостно разорвал их всех. Это мы можем увидеть, когда священник вкалывает нам снотворное перед появлением в тюремном блоке. Военным, находящимся наверху, также не повезло. Ведь в административном блоке на них нападает огромный пациент Крис Вокер. Во время жестокого боя Крис Вокер нейтрализует всех спецназовцев, почти каждому из которых он отрывает голову. Выжил лишь один солдат, Стивенсен, которого Крис насадил на арматуру в темной библиотеке. Но и он вскоре скончался. Спустя несколько часов на рассвете в лечебницу Монт Месси приезжают новые отряды спецназа, которые пробираются во внутрь лечебницы, начиная массовую зачистку. Многие солдаты отправились вглубь лечебницы, чтобы полностью устранить всех сбежавших пациентов. Некоторые спецназовцы спустились в подземную лабораторию, где они встретились с доктором Вернике. После того, как Майлза Абшера убивает спецназ, появляется Волрайдер и жестоко расправляется со всеми находящимися там военными. Остальные солдаты проверили каждый уголок лечебницы. В конце концов, спецназам удается зачистить лечебницу Монт Месси и завершить этот ужасный инцидент. Дата событий игры О дате событий игры известны из документа «Информатор», который написал Вейленд Парк Майлзу Абшеру. В документе написана дата 17 сентября 2013 года. Позже мы подробно разберем временную линию игры. Женщины в лечебнице Морфогенетическое кондиционирование создавало у женщин ложное чувство беременности, поэтому они были переведены в другое место, куда, к сожалению, неизвестно. Вторая концовка игры Примерно в первые три года после выхода игры был популярен миф о второй и не только концовке оригинальной игры. Правда ли была вторая концовка? На ютубе осталось по сей день куча видео по этому поводу, а именно были варианты концовок, где Майлз просыпается, когда в него стреляют спецназовцы. Также была концовка, когда в начале игры Майлз залезает в комнату, где взрывается лампочка, и там появляются пациенты, и после чего можно было спокойно убежать. Концовок было придумано куча, и то, что я рассказал, это всего лишь малая часть. Также в конфигурации игры в файле defaultgame.ini можно найти настройку, отвечающую за то, когда и в какой локации у Майлза будут отрезаны пальцы, или в какой локации у нас будет разбитая камера. И это на самом деле может играть значительную роль в фейках второй концовки. Также немаловажно, что красные бочки сами заявляли в своем твиттере, что второй концовки в первой части игры не существует. Прототип лечебницы Маунт Месси в реальной жизни. Ричардсон Олмстед комплекс находится в городе Баффало, штате Нью-Йорк. Строительство началось в 1870 году, и через 10 лет строение было готово. Здание было построено американским архитектором Генри Хобсоном Ричардсоном в сотрудничестве со знаменитой ландшафтной командой Фредриха Лом Олмстеда. Строение использовалось как психиатрическая лечебница. В середине 70-х годов прошлого столетия лечебница была закрыта и записана в Национальный реестр исторических мест США. В 2006 году здание было отреставрировано, и в настоящее время там находится отель, но некоторая часть здания по-прежнему заброшена. Под водой Проект МК Ультра Проект МК Ультра – это программа, созданная ЦРУ для исследования и разработки лекарств и процедур для допроса и контроля разума. Некоторые из этих процедур были признаны незаконными, в частности те, которые экспериментировали на людях без их ведома или согласия. Филиал программы был создан в 50-х годах и работал в МК Ультра до его закрытия в 70-х. Одно из исследований в МК Ультра в начале 50-х годов под названием «Синяя птица» было сосредоточено вокруг поведенческих исследований человека с помощью методов гипнотической индукции и сна, которые будут применяться в военных делах и делах агентства. Пациенты, принятые в Маунт Мессив, были подвергнуты этим тестам. Заключались они в изменении поведения одного пациента, чтобы свершить убийство другого, стирая его или ее воспоминания после акта. Эти эксперименты оставались в тайне, и пациенты проверялись медицинским персоналом. В 1957 году МК Ультра исследовала потенциальное использование психохимических веществ для влияния на поведение во время операций и политических действий. После этого отчеты проекта «Воллрайдера» и вскрытие прошлых подопытных показали использование тяжелой психохимической дозы, что входит в цели программы. В 1958 году у отдела технического обслуживания агентства был запрошен бюджет для продолжения исследований доктора Рутольфа Верники. В конце концов разразился скандал из-за этих исследований в Маунт Мессив, что привело к закрытию проекта в 1971 году. Вдобавок можно сказать, что данный проект существовал в реальной жизни при поддержке ЦРУ. Закрытые комнаты и места В игре имеются такие места, которые либо закрыты, либо хорошо спрятаны. В них могут прятаться пациенты. Один из хороших примеров перед моментом, когда мы последний раз встречаем Криса Уокера в данной локации. Это место темное и заколочено досками, что образует некую безопасность для человека, который находится там. Еще один пример можно привести с пациентом, который находится в лифте в женском отделении. Зацикленная анимация персонажей Некоторые пациенты могут бесконечно повторять одно и то же действие. Например, двигать рукой, ходить из стороны в сторону, или как уже выше упомянутый пациент, к анализации очень странно двигаться. Можно сказать, что они психически нестабильны, и повторение таких действий для них это совершенно нормально. Возможно и так. Но эта теория рушится, когда мы смотрим, например, на охранников подземной лаборатории в дополнении игры, которые могут повторять одни и те же фразы и действия. Но они же ведь не могут быть сумасшедшими. Человек в окне Когда Майлз прибывает в Монт Мессив и заходит на прилегающую территорию лечебницы, в окне на втором этаже загорается свет и виден силуэт человека. Можно было бы долго теоретизировать на этот счет, если бы не было вида третьего лица, который позволил нам узнать, кто на самом деле находился там. Как ни странно, это был отец Мартин, а вот что он там делал, это совершенно другой вопрос. Можно предположить, что он увидел, как Майлз подъезжает на машине к воротам лечебницы. Он мог подумать, что это апостол, как он назвал его в будущем. Он также мог включить свет, посмотреть, что Майлз направляется в сторону лечебницы и убежать искать его. Реальные камеры В диспетчерской службе безопасности административного блока можно увидеть экран, который используется не как обычная картинка, а как настоящий экран. Камера, находящаяся возле лестницы, ведущей в подвал, транслирует изображение на монитор. Это можно спокойно проверить видом от третьего лица. Временная линия сюжета Временную линию игры сложно точно измерить. Сложность заключается в том, что в некоторых моментах непонятно, сколько Майлз конкретно мог пролежать без сознания в некоторых местах. Но в игре есть часы, правда из них могут быть достоверны только часы из административного блока, а именно в его начале, и часы в подземной лаборатории. Также отчасти нам помогает дополнение Аутласта. Так как в Википедии Аутласта не все подвергается логическому объяснению на этот счет, мой коллега под ником Никрак, которого раньше звали Оплбайп, сделал видео на эту тему, где вы можете подробно узнать об этом. Вы также можете посмотреть это видео по подсказке сверху после просмотра данного ролика. Я лишь возьму самые ключевые моменты и скажу, что это примерно время событий, оно может быть с погрешностями. Итак, Майлз приезжает в лечебницу примерно в 9 часов вечера. Майлза скидывает Крис Уокер, и он приходит в себя в 21.15. Майлз теряет сознание от снотворного отца Мартина примерно в 21.30. За 30 минут Майлз оказывается в тюремном блоке, и в 2 часа ночи он просыпается. Через 2 часа Майлз уже спускается в подземную лабораторию, соответственно на часах уже 4 часа утра. А в 4.30 утра Майлз погибает. Скажу еще раз, если вам нужны аргументы, то перейдите на видео по подсказке сверху, там будет достаточно аргументации. Мирный пациент После того, как мы видим свет фонаря отца Мартина в канализации и заходим в комнату слева, нас встречает пациент, который спокойно нам рассказывает про Рутольфа Вернике. Что он якобы был мертв до работы в Маунт Мессив. Он также интересуется, как мертвый доктор ставит эксперименты над живыми пациентами. Его хорошо поставленные вопросы свидетельствуют о том, что морфогенетическое кондиционирование почти никак не повлияло на его разум. Можно допустить, что он слишком мало подвергался экспериментам и еще сумел сохранить человечность. Локация из трейлера в отражении картины Это является довольно старой пасхалкой, но если подойти к картине и включить режим ночного видения, то можно увидеть локацию из трейлера игры. На ней можно увидеть стол, который закрывает двери и коробку с раскиданными рядом с ней листами бумаги. Дальше располагается лестница, по которой Майл сбежал от пациента в трейлере, а с правой стороны находятся какие-то шторы. Глубинные воды Скрытые локации Многие, которые давно близко знакомы с игрой, знают, что в игре есть скрытые локации, а также комнаты, о существовании которых без вида третьего лица, багов или читов, вроде телепорта, узнать нельзя. Отличным представителем скрытой локации может послужить локация из меню, в которой можно попасть путем отгрузки и загрузки уровня. В игре также присутствует множество забаррикадированных комнат и открытые локации, которые попросту не загружены, и игрок не может там ходить, бегать, прыгать, потому что при попадании туда он просто провалится под землю, так как там отсутствует коллизия объектов. Демо-версия Outlast Еще до выхода официального релиза, красные бочки раздали большим игровым каналам на ютубе демо-версию Outlast. Она же бета-версия, называйте как хотите. Мало кто знает, но данная версия Outlast имела два вида. Самая ранняя демка была показана на канале IGN в конце апреля 2013 года. В нее также играл PewDiePie, а более поздняя демо-версия была показана на E3. Они отличались интерфейсом камеры, озвучкой персонажей и различными звуками. Игра имела следующий сюжет. Демо начинается у строительных лесов. Майлз Абшер забирается по ним наверх и залезает в окно. Выключается свет. Майлз находит вентиляцию и пролезает в нее. Библиотека. Майлз открывает дверь и перед ним с потолка падает обезглавленный труп. Репортер видит оперативника Стивенсона, насаженного на кол. Стивенсон говорит Майлзу уходить отсюда. После этого Крис сбрасывает Майлза в главный зал. Приходит отец Мартин. Он говорит Майлзу, что тот апостол, которого прислал Всевышний. После этого отец Мартин уходит, а Майлз теряет сознание. Майлз просыпается в подвале и начинает осматривать его. Неожиданно в подвал врывается Крис и начинает преследовать Майлза. Репортер находит выгод, далее видит вентиляцию и залезает в нее. После того, как Майлз вылезает из вентиляции, он видит выход. Репортер открывает дверь и появляется Крис Фокер, который складывает Майлза и отрывает ему голову. Демо-версия отличалась сюжетом, локациями, моделями, персонажей и озвучкой, а также другими малозначительными деталями. Например, в демо-версии заместо 10 допустимых батареек можно было собрать 20, правда тратились они намного быстрее, чем в релизной версии игры. Эволюция Криса Уокера Уже несколько лет назад Красные Бочки опубликовали скриншоты с разными моделями Криса Уокера. Они показали, какие изменения претерпел бывший солдат при создании игры. К удивлению для некоторых, первую версию Криса мы можем увидеть в трейлере, там он был совершенно другим. В демо-версии Крис стал похож на нынешнего, но не был таким полным, как в релизе. Затем они немного поменяли ему лицо, но в конце концов остановились на том варианте, который мы можем наблюдать с момента официального релиза игры. Голова Майлза Абшара в игре Существует миф, что конкретно в самой игре и среди множества голов можно найти голову Майлза Абшара. Правда никому еще точно не удавалось найти ее и удостовериться полностью, что есть реальная голова. По моему мнению есть один кандидат на это место. Я неоднократно искал голову Майлза в игре, но все результаты были безуспешными. Как-то я зашел в свою библиотеку стима и на странице Outlast я увидел скриншот от подписчика по имени Мистер 16 Хьюман, который сделал скриншот головы, которая же в свою очередь находится возле циркулярной пилы в профессиональном блоке в дополнении Outlast. Я ринулся проверить, чтобы полностью удостовериться. Подписчик также добавил комментарий к скриншоту, мол голова довольно уникальна, с чем я абсолютно согласен. Но мы не можем полностью утверждать, что это является головой репортера. В конце дополнения мы видим Майлза в облике Вуллрайдера, и если подлететь с видом от третьего лица, мы можем рассмотреть его внешность. А также эту же голову мы можем увидеть в файлах игры. Кто знает, может разработчики могли сделать его в голову и оставить ее в качестве пасхалки. Прошлая Майлза Абшера Прошлая Майлза окутана тайной. Из четвертой части комикса Outlast известно, что Майлз проживает в городе Вашингтон. Также известно, что ранее Майлз работал репортером на неизвестную журналистскую компанию. Эта компания в свою очередь контролировалась правительством США. И он был уволен по причине, связанной со сливом информации о ситуации в Афганистане. После этого он начал работать на себя. Некрофилия Для справки в двух словах, некрофилия – это сексуальное влечение к мертвым людям. В игре встречаются пациенты с такими отклонениями. Один из примеров – это пациент в тюремном блоке. Рядом с тем местом, где Майлз пролезает через дыру в стене. Можно предположить, что у некоторых пациентов проявляется данное отклонение из-за морфогенетического кондиционирования. Однако, это не точно. Потому что эти пациенты могли иметь такое отклонение еще до экспериментов над ними. Бездна Ричард Траггер был насильником Ричард Траггер был насильником до экспериментов над ним. Это рассказывается во второй части комикса Outlast. Коллега Ричарда Траггера по имени Мишель была изнасилована им. И после этого она забеременела от него. И Траггер требовал, чтобы она сделала аборт, угрожая ей увольнением. Мишель очень переживала и боялась кому-то об этом рассказывать. Она написала жалобу на Траггера, что тот ее изнасиловал. Она хотела, чтобы Ричард был уволен. Затем Траггер узнал, что Мишель все рассказала Полин Глик и Полу Мариону. Траггер заколол живот Мишель ножницами. Мишель выжила, но после выяснилось, что у нее была психосоматическая беременность. И ребенка на самом деле не было. В конце концов, Траггер подвергся экспериментам со стороны мерков. Пироманьяк должен быть убит Крисом Уокером. В звуковых файлах и неиспользуемых субтитрах можно найти реплики пироманьяка, который убивает Крис Уокер. Этот инцидент должен был произойти в горящей комнате, которая находится в мужском отделении. Сайт корпорации мерков. В интернете, набрав поисковике на английском языке Merkov Corporation Website, можно найти сайт самой корпорации мерков. На нем есть фон, на котором находится черно-белое фото с кирпичным зданием и винтовой лестницей справа. Посередине логотип мерков, а справа сверху находятся вкладки, такие как «АНАС», «Розыск», «Контакты» и «Логин». Если развернуть вкладку «АНАС», там будут цели, клиники и их местонахождение. Из этих вкладок ничего, соответственно, не работает. Скорее всего, данный сайт является шуткой разработчиков или кого-то другого. Проект «Скрепка» Проект «Скрепка» является программой по привлечению нацистских ученых из Германии и Австрии после Второй мировой войны. Ученых вербовали и заставляли ставить эксперименты над ракетами для продвижения военной промышленности США. В игре есть лишь один документ, который немного раскрывает это. Чтобы разобрать этот вопрос подробнее, вы можете рассмотреть это в интернете, так как данный проект существовал в реальной жизни и имеет идентичную суть. Стоит процитировать написанное в данном документе. Пункт А. Прежде всего, проект «Скрепка» позволяет воспользоваться услугами зарубежных специалистов для решения особых задач, стоящих перед армией, военно-морским флотом и воздушными силами. Пункт Б. Проект «Скрепка» является по преимуществу программой опровержения и желательно полного уничтожения компрометирующих свидетельств. Цель программы – обезопасить работу в Соединенных Штатах для некоторых выдающихся немецких и австрийских специалистов через отрицание факта их работы на потенциального противника. Также отличным примером нацистского ученого во вселенной Outlast может послужить Рудольф Вернике, который позже стал одним из основателей корпорации Мерков. Эксперименты над близнецами Эксперименты над детьми и близнецами происходили во времена Второй мировой войны в концентрационных лагерях и были начаты для того, чтобы обнаружить схожесть и различия в их генетике. Близнецов классифицировали по их возрасту и полу и располагали в специальных бараках. Эксперименты включали в себя инъекции различных химических препаратов в глаза близнецов, чтобы проверить, возможно ли изменить цвет глаз. Также проводились попытки сшить близнецов, чтобы искусственно создать сиамских близнецов. Существует теория, что таким же экспериментам в Маунт Мэйсив могли подвергнуться близнецы, те, которые братья, так как они имеют шрамы на животах, что может свидетельствовать как и о попытке данного эксперимента над ним, так и о том, что при рождении они были сиамскими близнецами, которые были разделены. Надеюсь, вам понравился данный ролик, ребят. Я постарался набрать как можно больше интересной информации. Если мы тут наберем как можно больше лайков, я сделаю подобное по дополнению от Ласта, а также по второй части когда-нибудь, потому что информацию накопать еще можно достойно. Опять же, не забывайте ставить колокольчик, ибо ютуб в последнее время хитрит с уведомлениями, а также подписаться на канал, поставить лайк и трончик этому видосу. С вами был Киллер, до встречи!